привез листы гипсокартона и разрежу и начну заносить это не я это там уже порвали изготовил для себя вот такую помощницу и вот это будет моя лицевая сторона гипсокартон будет вот таким вот образом прикладываться и удерживаться но стены нужно сделать расстояние расстояние можно сделать конечно вот такой доской любой хоть такой без разницы кому как удобно так получилось хорошо газка там там немножко приотпустил чтобы лист гипсокартона вот так вот скользил и не мешал это будет выглядеть приблизительно вот так вот так установлю эту конструкцию и гипсокартон окажется там то есть возьму потом приподниму как мне надо и все то есть одна готова вот этот хлам который находится здесь в помещении я бы конечно его выбросил но на улице идет дождь все тает куда прятать некуда прятать а так вот смотрите изготавливаю еще одну конструкцию точно такую же вот из этих досок они сухие хорошее так вот здесь трещина его туда дальше прогнать но я никак не могу прогнать лобзиком что ли пройти не знаю вот здесь на сучке бы был излом и здесь остановился двигатель можно теперь вытащить туда гвоздь теперь тар рабочая здесь можно спокойно так у меня так получается вот так вот так вот так вот так я сделаю вот так этого потом отрежу можно и так оставить ни на что не повлияет хотя можно отрезать так и так классно идеально получается вчера проделал такой вот объем работы сегодня приехал к вечеру но все-таки мне нужно еще поработать хоть немножко вот эти длинные поперечные профиля я уложил а продольным профилем каждый поперечный профиль потянул и закрутил саморезами но вот здесь нет еще подвеса и вовремя очнулся не стал закручивать эти подвеса потому что у меня было в практике вот эта лапка попадает четко на этот подвес потому что произошла ошибка можно сказать вторая ее нежелательно делать во время работы произошли изменения и я не буду работать вот по этому чертежу потому что здесь появляется стык между двумя листами гипсокартона и здесь и получается вот такой вот шов и как я раньше работал так я и буду работать я конечно уже все испытал как работать с этими листами гипсокартона хотя есть правило как это делать когда покупаешь листы гипсокартона там есть какие-то брошюрки и там все указано как это все делать конечно я тоже так же делал но мне что-то да не нравилось и я делал какие-то изменения и пришел только к одному и теперь работаю только так без всякой разбежки что-то я не покупаю и ну каждый тоже делать изменения по своему каждый работает тоже по-своему ну у всех и только один потолок ровно все гладко все чисто но конечный результат чтобы не было разрыва после окраски и какого-то времени на потолке разрыва такого получается где шов там делаются вот такие вот маленькие микротрещины это на самом деле так и происходит ну чтобы этого не было конечно если я занимаюсь каркасом и закручиваю гипсокартон а кто-то потом приходит такого делать нельзя если ты работаешь с листами гипсокартона и с металлопрофилем вот и шпатлю и красть и после тебя не должно быть этих микротрещин и вот чтобы этого не было каждый старается делать я тоже к этому пришел делаю только по-своему чтобы этот потолок был мощный и чтобы не было после окраски потолка через скажем год а то есть через два дня вот этих вот микротрещин в общем сейчас я вам расскажу как все будет это выглядеть то есть я закрутил вот эти вот поперечные длинные профиля и они все между собой по размеру были уложены и параллельно друг другу все теперь мне нужно от этого первого металлического профиля найти вот эту линию что есть сделал взял вот этот мебельный щит вот таким вот образом приложил и сделал черточку закрутил саморез закрутил шнурку и там саморез закрутил и шнурку натянул тоже закрутил и глядя на эту штуку сделал черточки на каждом вот этом поперечном профиле все черта у меня есть это понятно теперь я расскажу как это все выглядит то есть вот этот потолок вот этот потолок вот это вот и на вот это вот стена вот этот профиль он первый профиль вот он закрутил вот это вот стена и вот эти вот профиль они тоже тоже закручены мы же их видим вот они не все мы их видим то есть уложены вот здесь закручены и И теперь я взял какое-то расстояние, по-моему, 60 сантиметров я взял отсюда. И вот сюда приложил к этому металлическому профилю вот этот вот мебельный щит. Когда приложил, вот здесь черточку сделал, натянул вот так вот шнурку саморезом. И сделал вот такие вот черточки на этих вот металлических профилях. Когда у меня вот здесь получился угол 90 градусов, угол 90 градусов, ну понятно, к этому профилю, они же все параллельно друг к другу, то и угол везде будет тоже 90 градусов, это понятно. Теперь я взял, замерил вот этой черты до стены, взял вот этот размер, и там тоже проверил, и везде тоже проверял. То вот здесь получается на 30 миллиметров расстояние больше, чем здесь. То есть получилось вот так, вот так получилось. Вот эта стена, и вот так получилось. Вот такой вот клин. Тут 30 миллиметров получилось. Но плита лист гипсокартона 2,50. То есть вот эти 30 миллиметров, мне нужно отнять 30. Вот так, поудобнее будет. 0, 7, 4. То есть от 10, 3, 7, тут получилось 4 и 2. Получилось 2,47. Первый лист гипсокартона я теперь буду вот здесь отрезать. Каким-то образом вот так буду отрезать. Понятно. Но вот этот торец гипсокартона мне же тоже нужно найти и натянуть шнурку, чтобы вот эта шнурка и вот эта вот шнурка, они были параллельны. То есть вот от этой стены, потому что вот здесь стена, тут 30 миллиметров, а тут 0. Я вот от этого ноля, от этой стены прям взял рулеткой и замерил. 2,47. 2,47. Замерил. А потом замерил вот это расстояние, скажем, ну не определенную, скажем, 2 метра здесь получилось. 2 метра. И здесь тоже сделал 2 метра. Саморез, саморез, шнурку натянул. То есть две вот этих линии получились параллельно друг к другу. Вот и все. Теперь гипсокартон будет, когда прижиматься к каркасу металлического профиля, здесь будет стык просто идеально ровный всех этих листов гипсокартона. То есть будет вот такой стык. То есть не разбежка будет, а стык. И когда буду шпатлевать, здесь будет идеально ровный. Не буду я эти стыки задевать, то есть по стыкам вот так вот. Раз, два, раз, два, раз, два. Нет, тут будет идеально ровно. Вот единственный стык будет, он только в одном месте. Я вот здесь, конечно, приклею и будет идеально. То есть когда сделаю каркас и закручу саморезами этот гипсокартон на потолке, то и сам буду шпатлевать, а потом и буду красить. И он просто будет идеальный и ни одной трещинки не будет. Вот такая вот работа у меня теперь. И произошли изменения. Теперь, конечно, а да, карандаш надо взять. Карандаш надо взять. Потому что мне нужно, нужно. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, как он у меня получил. То есть вот это последний профиль. Там шнурка, так она и осталась. Смотрите, шнурка вот она. Она так и осталась. То есть должно быть 2,47. Вот врать не буду. Вот 2,47 просто идеально. Кстати, надо открутить, а то помешает. 2,47. Ну, я сейчас 2,47 замерю от этой шнурки до этой стены. Посмотрю, какой здесь размер. И мне придется где-то вот так отрезать. С торца гипсокартона, но не перепутать. Именно там будет свой размер, а здесь свой размер. А торец уйдет вон туда. Сейчас я это сделаю. Но перед тем, как сделать, конечно, нужно для удобства, чтобы закручивать саморезы, нигде попало, а именно по этим черточкам. Черточки... Вот смотрите. Стились в 10 сантиметров. И никуда попало я буду закручивать, а именно в эту черточку. Раз, 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 и все. Сейчас приготовлю.